Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость, хотя гость у нас снимался уже одно время. Ну, представляйтесь заново. Меня зовут Валерий. Учился я у вас в 2014 году, в марте месяце. Закончил в марте. Нет, я начал учиться 26 марта, закончил 18 апреля. Что-то вы быстренько закончили. Да, так получилось. А что получилось? Посидел, почитал книжки. Я первые пару дней поговорил с Афией, какие нужны знания, что нужно сделать. И все, экстратайм посидел, получился. Я понял. У нас в то время фуллтайм студенты еще не собирались в отдельные группы. И вы работали в индивидуальном расписании. Абсолютно верно. Все, я понял. Поэтому так быстро вышло. Сейчас их так много стало, что мы уже не можем их добавлять никуда в действующие группы. Мы их собираем теперь с лета прошлого года. Мы их собираем в отдельные группы все вместе. Поэтому у них стало больше времени занимать немножко. Хорошо. Так вы приехали к нам откуда? Приехал я из Майами. Это было в марте месяце. Потом я после окончания школы работал в Playnext на практике. После Playnext я пошел в Google. А что вы в Google такое делали? В Google я был на проекте... Ой, я уже, честно говоря, даже не помню, как проект назывался. Смысл такой, что мы тестировали аппликейшены. Я там был как QA. И сейчас я работаю в компании PayPal. В Аризоне? В Аризоне, да. Но это командный центр. То есть мы занимаемся мониторингом всех транзакций и так далее. Ой, мама родная. А там в разное время много наших было. Я не знаю, как сейчас и куда они потом делись, но там были наши ребятишки. Да, я знаю несколько русских ребят, соответственно, теперь моих друзей. То есть у нас учились тоже, я имею в виду, наши студенты. Да. А как вообще в Аризоне, вы мне скажите? Значит, вы жили в Майами, я понял. Кроме Майами, вы где-то еще жили в Америке? В Лас-Вегасе, в Галлистоне, в Фольбекерке, в Нью-Мексике. Так. И чуть-чуть в Нью-Йорке. Да, у нас тут друзья Анна присутствуют. Я так думаю, Google это Анна, значит, там Аризона это Анна. Где вы там еще? В Альбекерке не жили? В Альбекерке нет, но в Галлистоне рядом с... почти рядом с Остером. Ага. Нужно зачитать. А возьмите стульчик, я вас боковой камерой схвачу. Возьмите стульчик. Ладно, значит, а вы в Гугле когда с Анной не перетекались, да? Нет, мы были на разных проектах, но мы начали приблизительно в одно и то же время. Мой проект начался 27 июля 2014 года и ушел я туда ровно 31 декабря. Давайте вот, может быть, пару слов. Образование у вас какое? Откуда вы вообще? Прошлое ваше какое? Прошлое мое. Ну, вы же пришли в тестирование из чего-то. Не то, что вы из детского сада к нам. Нет, я много где работал, как все, в ресторанах, в автодилерской. Так, а в дилерской что делали? Продавал на автомобиле, в Volkswagen. Так, я сейчас подкручиваю тут вторую нашу камеру, чтобы Анну прихватить. Вот у нас Анна. Так, повыше сядь немножко. Не знаю. Давай повыше. Что это за рычажок? А его нету. Ну, как-то нет. А вот. В гугле работала, рычажок не может найти. Так. Ну, хорошо. Значит, у нас появилась Анна, так, частично появилась, кусочком головы. Ну, я тут. Хорошо. Так, в ресторанах. То есть вы такую простую работу делали? Да, абсолютно простую, как все. Когда все приезжают в США, мне кажется, без знакомых, без друзей, все начинают именно с этого. Так, а образование какое? Образование у меня преподаватель. Нет, даже не преподаватель. Это началось с менеджера спорта и туризма. Ух ты. Так вы спортсменом были когда-то? Да, я когда-то даже был в сборной страны по лёгкой атлетике. Которой страны? Беларуси. Так, ну там проще, там все-таки мало народу. Нет? Да. Ну, как-то он здесь все горы обошел, объехал. Так. Да, у вас хорошо, у вас хайки прекрасные. То есть я с Товальцем езжу на хайки здесь. В Аризоне-то жарко этим заниматься. В Аризоне есть хайки, а в нескольких частах езды от Скотт Тейла есть Сидона. Да, конечно, прекрасно. Да, прекрасно. А не жарко? Нет, в Сидоне потрясающе. В Сидоне хорошо. И все рыжее такое. Да. И обладное тоже. Водопады, как ни странно, в пустыне. Все есть. Искусственные или так настоящие? Нет, настоящие. Настоящие водопады есть. Так вы не спускались часом в этот Грэн-каньон там при случае? Я в Грэн-каньоне был, когда я жил в Лас-Вегасе, но как-то, на самом деле, мне больше неинтересно туда ездить. Если есть какая-то подружка, к которой можно сводить, то я, конечно, всегда рад. А подружки есть? Одному ездить. Подружки есть у нас тут на местности? В Калифорнии? Да. Нет, но я же здесь уже не живу. А в Аризоне как с подружками? В Аризоне? Хорошо. Вот скажите, как в Аризоне, например, с жильем? Вот почему жилье, допустим, в нормальном месте, скажем, 3 бедрума, 2 баструма? Сколько стоит там? Я вам так скажу, что неплохой таунхаус с древними полами, с лофтом 200. 210? Ну да, 2100 долларов. 2000 рент? Да. А, я думал, как, купить? А, сколько стоит купить? Да. 400 тысяч будет неплохо дом. Подорожало, что ли? Подождите, что-то вы такие кошмары рассказывали. Рынок пошел наверх, да. Тем более он же в Фениксе, он не... Ну, Феникс? Я в Скатсдейл. Ну, Скатсдейл самая хорошая. А, подождите, Скатсдейл намного дороже, чем Скатсдейл, понятно. Я думаю, что там можно за 200 тысяч, наверное, это будет. Ну, вы же не хотите жить там, где вы не хотите жить, правильно? Вы хотите жить, где хорошо. Красиво жить не запретишь. Красиво жить не запретишь. Соответственно, да, дома и так далее. Ну, вот жара вас не беспокоит? Потрясающе. Нравится жить? Я скажу так, что пару месяцев, конечно, в год напрягает. Так. Сейчас там 118 по Фаренгейту. Ё-моё! Сложно мне пересчитать, сколько это в Цельсию, но, наверное... Постойте, а вот машина когда стоит, если она не в тени, например, куда-то, ну, не спрятали, как в неё взойти-то потом? У меня вообще кабриолет сейчас. Так. И я не испытываю никакой проблем. Ну, вы его закрываете, когда вы попадаете? Да, конечно. Хорошо. Значит, теперь с точки зрения... Я не спрашиваю конкретно деньги, но, скажем, сколько там тестировщик получает в Аризоне? То есть по аризонским масштабам... Честно говоря, я не уверен, что там есть вообще востребованность в профессии в QA. Ой, есть, есть. Не сомневайтесь. Ну, вы же работаете. Ну, я делаю другое. Я уже не QA, далеко не QA. Постойте. Так вы же тогда скажите, кто вы? Я-то исхожу из того, что вы у нас учились, и вы QA. Нет, я делаю петч, в Google я был QA. Так. Точнее, это называлось Operations Support. А сейчас мы делаем бетч in ETL Support. Ну, Support это что? Это мы мониторим работы, то есть, которые передвигают деньги или какие-то файлы, какие-то репорты, и если что-то абортуется, нужно пойти и быстренько сделать. Хорошо. Мониторинг. В мониторинг вы попали в результате того, что делали QA, или вообще как вот эта переключка, как произошла? Выучил то, что нужно было, и все, оплавился на работу, получил позицию. То есть вы сознательно что-то выучили, имея в виду, что вы хотите эту позицию? Именно так. А как вы знали, что есть такая позиция, что вы ее хотите, вообще как к этому пришло? Как я узнал, я вам сейчас уже не скажу, как-то узнал, и знал, что требует эта позиция, и целенаправленно. Ну, вот по сравнению с QA, например, вам это больше нравится? Да, мне это нравится намного больше, потому что эта позиция намного более техничная. Я не имею доступа в код, то есть я не пишу никакие коды, но что касается shell-скриптинга, или пойти куда-нибудь на машину, перезагрузить какие-то кластеры, или еще что-то подобное, мне намного это больше нравится. Это более техничная. Я понял. То есть я просто думаю, зачем же вы тогда на тестах это учились? То есть это как бы была польза какая-то? Конечно, была. Во-первых, это прежде всего опыт. Опыт работы в компаниях. Изначально без опыта работы в больших корпорациях сложно прийти и сказать, что я хочу у вас работать. Человек не знает, как себя вести, что говорить и так далее. То есть именно тем людям, которые хотят учиться, я бы рекомендовал все-таки пройти сначала какие-то позиции в компаниях изначально. То есть не нужно стрелять на Луну, как говорится, а нужно сначала получить опыт. А некоторые не стреляют в Луну, а воют на нее. Вот видят Луну и воют, воют. Уж хоть бы стрельнул, понимаешь? А то же так, что это не так плохо, мне кажется, стрелять-то. Ну, хорошо. А как вы себя дальше видите? Вот, допустим, через 5 лет вы где себя хотите увидеть? В каком качестве? Профессионально. Профессионально? Да. Сложно сказать через 5 лет. Хотя бы давайте через 3. Через 3. Через 3 года хотелось бы, наверное, может быть, клауд инжиниринг, что-нибудь подобное. То, что сейчас развивается, то, что сейчас нужно. Я как пользователь клауда через Амазон могу сказать, что, побыв год в этом состоянии, я от этого ушел и понял, что это как-то слишком дорого стоит за то, что мне гораздо легче, проще сделать. Может быть, потому что я маленький бизнес, я не знаю, но на мне это сработало в обратную сторону. Я думаю, я считаю, что я зря этим занимался. Да. Ну, сейчас очень много корпораций, которые переходят именно на ВМ-ы. Виртуальные машинки, да. Вместо того, чтобы ранить реальные сервера, они ранут ВМ-ы. Ага. Вот, в этом прогресс. То есть, рано или поздно, это все равно перейдет туда. Угу. То есть, вы занимаетесь виртуалками, да? Конечно, конечно. Ну, что же, хорошо. То есть, настроение хорошее, я чувствую? Да, настроение хорошее. А что вы в Калифорнию? Как там попали? У нас здесь находится главный офис. Это правда, тут есть недалеко. Да, в Сан-Хосе. Угу. Вот я приехал туда. И в Альма-матер, значит, поприветствовать Альма-матерей. Да, потому что мы работаем вместе. То есть, у нас 24 на 7 поддержка. Угу. Всегда хочется увидеть людей, с которыми ты работаешь. Постоянно с ними на телефоне, постоянно на имейлах. Конечно, конечно. То есть, я не знаю, у нас нереальный поток имейлов. Там, я бы сказала, несколько тысяч в день. Угу. Вот. И вот хорошо знать, с кем общаешься. Близкие отношения всегда хорошо. Слушайте, а вот это вот такой постоянный фрод такой, который идет, когда люди косят под PayPal, пишут. Я не скажу, что ежедневно, но так часто получаю вот эти вот имейлы и с картиночками они такими. И вот так легко принять за настоящий. PayPal как-то страдает от этого? Или есть механизмы, которые это все лечат на раз? Я думаю, что есть какие-то механизмы, но я не работаю с фронт-эндом, с кастомером. Я не знаю. То есть, вы как бы не касаетесь этого дела? Back-end, все, что происходит внутри компании, мы не выходим за рамки этого. То есть, только то, что происходит именно внутри компании. Сейчас происходит разделение eBay-PayPal. Сейчас у нас такое жаркое время. А чего они разделяются, если они когда-то сливались, чего теперь разливаться? PayPal приносит намного больше прибыли, чем eBay. Соответственно, принято решение о разделении. Чтобы деньги не делить на всех? Думаю, да. Как интересно. Смотри, вот оно. Нет, значит, крепостного права. Там деньги ваши будут наши. Да. Ну что же, хорошо. Это все на другом уровне проходит. К сожалению, меня не ставят в известность. Я понимаю, что там. Но вот если встретите товарища Ленина или Зержинского, значит, передайте привет от... Я не планирую с ним быстро встретиться еще. Да, ну я так лотерирую. Значит, а вот работа в большой компании. Все-таки это очень приличная компания по масштабам, по размерам. Я не сравниваю там с Google или Facebook. Но мы понимаем, что это, в общем, недалеко ушло. И работа в большой компании или, скажем, в небольшой. Это вы работали там в Playnext. Это все-таки небольшая относительная компания. В Google, вот у этих ребят. Вот есть какой-то кайф, когда работаешь в большой компании? Вот что-то такое, ради чего стоит там работать? Это зависит, я думаю, от человека. Потому что кому-то больше симпатизирует работа на большую корпорацию. Кому-то, наоборот, хочется в стартапе именно быть первым, быть лучшим. Это зависит уже, я думаю, индивидуально полностью. Ну, то есть, что-то такое должно быть в человеке, чтобы ему было комфортно работать в такой большой компании? Абсолютно верно. Потому что в корпорации ты все же винтик. Так. Это любой человек, которого можно всегда заменить. Да. А стартап-это немножко другое. В стартапе больше, я бы сказал, нужно быть проактив. Но, значит, для начинающего, который, ну, грубо говоря, вот из школы человек высыпался, ему тогда получается лучше в большой компании, потому что там он винтик, и там он потихонечку набирается, тут набирается, там в стартапе надо сразу включиться и что-то такое выдавать. Да, но если у человека есть такая возможность, если он вполне комфортно себя чувствует, включится сразу в работу и будет отдавать себе что-то, что он делает, почему бы нет. У нас-то как раз интерншип это по стартапам. Если бы у нас интерншипы были в Оракли, это был бы другой разговор. Разумеется. У нас-то как раз все в стартапах. Хотя, я думаю… Так были же в Оракли. Да и есть в Оракли. И сейчас есть. И в скайпе есть в Оракли. Я знаю каких-то людей, которые после школы работали в скайп. Да, конечно. Они и сейчас продолжают брать. Ну, скайп не такая маленькая компания. Я бы не сказала, что это стартап. Это правда. Но они их на самом деле берут на работу. То есть они их так берут на интерншип, что они потом все там остаются. То есть они как бы нанимают через интерншип. и Salesforce, и там… Не знаю. У нас есть какое-то количество гигантских совершенно организаций. Но они в основном именно на работу берут. Просто они там пока их тренируют несколько месяцев. Они там за десяточку, за пятнашечку. Ну что же. Хорошо. Ладно. Я вам тогда желаю успехов. Вы не пропадайте. И заходите. Ладно. Ребятам, которые вот в Белоруссии, Украине, России, Киргизии, там, я не знаю. Вот они смотрят наш канал. Вы смотрите наш канал вообще? Не очень. Да. Когда я захожу на YouTube, он мне дает рекомендуемые ссылки. И когда натыкаешь на какое-нибудь интересное, Понятно. То есть, вы один из наших. Значит, вот. Вот ребята, которые нас смотрят. Может быть, вы что-то им скажете такое? Не то, чтобы именно обнадеживающее по характеру слов, но из реализма. То есть, из тех реалий, которые вы видите здесь, в сочетании, может быть, с теми страшилками, которые у людей в голове. Наверное, у вас были страшилки в голове. Я вам скажу просто. Возможно, все. И все. Поэтому не надо стесняться, не надо пугаться. Возможно, все. Можно всегда почитать, подучить. Взяли в одну компанию, возьму в другую. Вам лет-то сколько? Сейчас 25. А, так вы, можно сказать, еще не старый. Так скажем просто. Я бы не сказал, что я старый. Совсем я говорю, так я и говорю, не старый. Можно сказать, совсем даже молодой получается. Вот. И всегда можно пойти в другую компанию. То есть, в силиконовой долине компания огромное множество. И получилось в одной, получится в другой. И так далее. Если вы в какой-то момент решите уйти из PayPal, то вам тогда придется уезжать из Аризоны, да? Да. На самом деле, там этих компаний так много, что у меня есть только PayPal и еще пара. А вот в Чандлере, там час езды от Феникса, там как бы у них такая маленькая силиконовая долиночка. Такая вот. Если только лужайка. Лужайка. Долинусочка. Лужайка, да. В 2017 году Apple планирует построить там Data Center. Именно в Чандлере? По-моему, в Мессе. Ну, как бы небольшая разница. В любом случае там. Инвестируют около 2 миллиардов долларов. Мне кажется, что хочется задать вопрос такой, а где наша доля? Как получить нашу долю? Где деньги? Да. Хочется задать вопрос. Есть такой, знаете, анекдот, это уходит во времени в те времена, когда только-только эта гласность, там началась перестройка, и стали показывать людей, которых раньше не показывали. В частности, вот было такое общество памяти, там какие-то антисемитские у них были там концепции, и вот был такой анекдот, что звонит еврею в общество память, и говорит, скажите, это правда, что евреи продали Россию? Он говорит, да, продали. Он говорит, я не хотел бы с вами аргументировать, я просто хочу узнать, где я могу получить свою долю. Поэтому правда ли, что в Аризоне там Google вкладывает 2 миллиарда долларов? Я говорю, я хочу, я интересуюсь, где мы можем получить нашу долю. Да, ну, соответственно, строятся дата-центры, потому что там нет никаких сейсмоактивных зон. По большому счету там ничего не происходит. То есть, никаких источений, ураганов и тому подобного. И должна быть дешёвая электроэнергия нужна для этого там? Да, постоянное солнце, почему бы не поставить солнечных батарей. Дешёвый рент, огромные территории. Ну что же, хорошо, в степи, в полупустыне стоит. Это лучше, чем в Австралии, правильно? Пусть у нас тут стоит. Хорошо, ладно, давайте мы вас тогда, значит, так, отпустим уже. И вы так рукой помашите из каких-то там... Так? Да, и там типа, мол, всем пока. Всем пока.